Всем привет! Точнее, доброе утро! Начинаю свой влог. Сегодня в Киеве дождь. Я пришла только со школы. Меня ждали сюрприз дома от собаки. Конечно. Ой, большую я взяла с собой. Она грязная. Сейчас я ей лапы помою. Забыла. Так, пришла. Аж устала. Помыла собаке лапы. Хотела зайти сразу и как-то забыла. Сразу видео села снимать. Так, отвела Виталиночку в школу. Все в садик, хочу сказать. Сходились с Никой в аптеку. Купили пеленку, потому что у меня была одна пеленка. Она большая такая. И она уже вся записанная. Я не понимаю, как этими пеленками собачники пользуются. Ее раз в день выкидывать надо. Или после каждых песяшек. Но после каждых песяшек, извините, это, конечно, круто, наверное, будет. Очень. Короче говоря, сходили к Вале там по дороге. Думала маме купить оливковое масло. Она просила литровое, но не было. Взяла пеленки. По 7 с чем-то они у нас впитывающие. Ника, ну перестань. Она меня спросила, вам маленькие или большие. Я сказала, маленькие. Сейчас посмотрю, какого размера. Потому что у меня пеленка где-то, наверное, метр. Метр, наверное, где-то, может, больше. А эти, конечно, поменьше. Вот такие вот пеленочки. Такого размера. По 7, ну, 7,50, если не ошибаюсь. Сейчас перестелю. Я еще вспомнила, у меня где-то от кошки есть горшок вот этот вот туалет. Ника, Ляш, коротенький такой. Я ей покупала его. Она, когда маленькая, туда ходила. Он еще с поддоном, с таким, сверху, с решеточкой. Ну, а он у него кусается за пальцы. Нельзя! Рекс, нельзя! Фу! 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 Молодец! Фу! Вот так вот мы учимся. Он очень злой. Очень злой и страшный серый волк. Вот. Я подрос. Видите, какой я подрос? Вот. Я утром выл под дверью мамы. Чтобы мама вышла и погуляла со мной. Это у меня очень тоскливо было. Правда, я одинок. Вдруг резко встал. Я что-то вспомнил. Меня выкинули. И я такой несчастный. Я сидел, выл и плакал. Девочки в ветклинике. Так и остаются. Девочка, которая тебя купать будет. Мама купила на холку от блох. Все-таки для щенков. Лекарство. Потому что у него такая густящая шерсть. И я не могу этих блох найти сама. Поэтому придется капать. Я не люблю эти капалки. Потому что три дня собаку нельзя фактически трогать. Ой, 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 ой. Вот такой есть. Жлюка, жлюка. Жлюка. Он даже мячиком играет. Он очень умный. Вообще щенки эти все очень умные. Девочка говорит, что в клинике они их выводят на улицу. Они какают, писают на драку. Все кушают замечательно. Это я говорю, что может кто-то еще захочет. Девочек, кстати, можно кастрировать. И не будет у вас щенков. И не будет никаких проблем. Правда? Такую умняшную собаку. Породистые собаки. Они все такие умные. Как дворнязкие вот такие. Дворнязкие, дворнязкие. Ему надо вот это рычать на маму. На маму рычать. Рычать, рычать. Э-э-э. Кто на маму рычал? А, какой ты? Да что ты маму не любишь? Ой, сладкий, сладкий такой. Сладкий собака. Такой сладкий, сладкий. Вот я какой. Видите? Очень красивый. Очень. Вот. 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 А у вас такого нет. У меня есть. Посмотрим. Так, целовать мне не надо. Мы знаем таких. Язычки ваши, которые пролазят маме. Прямо в рот маме пролазят. Язычки. Не надо. Хоть я и глисты ему гоняла. Но все равно я не целуюсь с собаками. Да, Никуся? На. Так, зашла к Вале. И покажу, что купила. Не знаю. Понравились мне помидоры. Вот такие мандарины по 25 взяла. Тоже не знаю, какие. Даже не спрашиваю. Я взяла одни мандарины в... Где я в каком-то магазине взяла мандарины. И первую я съела... Ну, не кусайся. Сладкая была, вкусная. А потом все кислые. Ну, посмотрим, какие эти. Дальше. Вот такие помидоры. Я люблю, когда вот тут зеленца. Такая вот. Мне нравится. Они вкусные. Ну, посмотрим. Тоже на вкус не знаю. Буду кушать, все пробовать. Помидоры по 22 гривен. Ну, это дешево, поэтому я взяла. Брокколи по 20 я взяла. Кстати, я вчера видео не снимала. Почему не снимала? Я заболела. Вот это брокколи буду кушать себе. Отваривать я люблю. Просто в соленой воде отварить и кушать. Вот. И три груши взяла. Вот таких огромных. Поэтому три. Вот. Три беры ноябрьской. Вот взяла без кулька. Потому что уже сил не было даже в кульок пихать. Вот так. Я поразрезаю. Они все равно огромные. Дети не съедают целиком. Я так на четыре части в тарелочку детям даю. Вот. Ну, и все. Это утренний. О, муж обед забыл. Молодец. Вот. Это были все утренние покупочки на сегодня. Вот. Не знаю. Стрица или отращивать. Некрасиво вот тут. Впереди нормально. А вот сзади там вот некрасиво. Не знаю. Отрастить или стричься. Короче, буду думать. Вот. Ну, что сегодня. Сейчас пойду помою, наверное, туалет. Вот. Поубираю у свинки. Да, вчера не снимала, потому что у меня, не знаю, мы как бы втроем якобы отравились. Якобы. Ну, я думаю, что это не отравление. Я, Артур и Вероника. Вероника в меньшей степени. Артур еще в меньшей. А я в самой большей степени. Ну, скорее всего, что это было не отравление. Потому что муж и Виталина кушали все то же самое. Ник. Ой, господи, Ника, Валера. Как его зовут? Рекс. Ноги кусают больно. Зубы острые. У меня... Ох, сейчас получишь. Ох, сейчас получишь. Сиську не разрешаем усосать. У меня было боли. У детей была только тошнота и живот болел. А у меня вообще сильная тошнота была. Сильные боли были. У меня такие боли раньше были. Я думала, что это желчный камень у меня идет. Но потом мне сказали, что так желчный не болит. Что, скорее всего, это поджелудочная так болит. Такими приступами. Короче, знаете, в животе такая резь сильная. Как вроде вам там, я не знаю, стекло. Знаете, стекло режут все. Выворачивают кишки. Вот это такие боли. Но вчера она такая была в меньшей степени. Эта боль. Я боялась сильно, чтобы она не началась. Потому что такая боль у меня по 2-3 дня раньше была приступами. И она вот тут вот у меня. Эта боль. Вот. И я умирала, лежала от этой боли вообще. Не могла ничего делать. Ни ножпа, ничего не помогала. Вот. Только на травах я сидела эти дни. И, короче, вчера у меня эти боли были в небольшой степени. Тошнота и расстройство желудка. И я, конечно, вчера я полдня вообще никуда не ходила. Сын поехал в школу. На первый урок опоздал. На второй не успел. Короче, на третий урок только доехал. И я ему говорю, у тебя плохо. Он говорит, ну так, говорит, подташнивать. Я ему говорю, сын, давай думай. Я говорю, или едь домой, или оставайся в школе. Потому что у них в школе, если ему станет плохо, я приехать за ним не смогу. У школы в другом районе. Нельзя. Нельзя. Рвет одеяло. Нельзя. Шкодный такой он, конечно. Шкодный. Шкодный. Вот. И он подумал, короче, и приехал домой. Так сын и малыш забрал со школы и собак вывел. Потому что я даже утром не могла собак вывезти. У меня Никуся вчера до 12 часов в туалет не ходила. Ну, она спит спокойно, она у нас привыкшая. Вот. Так что такие вот делишки. Вот пристает ко мне. Приставучий, приставучий. Да смотри на него. Ногу ему не дает, так он психует. Ага. У нас даже Ника гавкать научилась из-за него. Какой. Слышите? Это вообще чудо малое. Ты чудо! Ника, ляжь, дрожишь. У нас везде включили отопление, только на кухне батарея не работает. И вода горячая есть. Слава Богу. Вот так. На кухне, в принципе, мне не очень надо отопление. Но вот собаки тут под батареей. Хотя Рексику ему жалко. Он уходит с подстилки на плитку спать. У него шерсть такая, видимо. Пойду сейчас поприбираю. Чуть-чуть поскладываю вещи. Может на эти выходные поедем на дачу. Не знаю. Отвезем. Если мужа, брат поедет. Кресло надо отвезти. Там игрушки старые. Такое. Вот. Еще у меня такой вопрос сейчас. Я не знаю. У меня такая задача сейчас. Ну как бы мысли такие. Думаю, может быть закрыть опять канал. Опять такая мысль. Не то, что опять закрыть. А мысль посещает меня закрыть все-таки канал. Потому что сколько я уже снимаю на нем. Сколько. Я не знаю. Наверное, больше двух лет я не смотрела. Точно не помню с какого года. Вот. Но подписчики у меня, конечно, прибавляются. Но, знаете. Почти на месте стоят. И просмотры почти одинаковые. Вот. Только если что-то там такое вот в названии интересное. Тогда много-много просмотров. Ну, эти просмотры, я так понимаю, ну, не моих подписчиков. А там просто вот люди забивают в Ютубе, что их интересует какая-то информация. И попадают на мое видео. Там. Вот. Не знаю. Что-то мне вот, ну, как-то не прибавляется ничего. И хотелось бы все равно, чтобы новые люди прибавлялись. Так, Пума, не смей сюда прыгать. Нельзя. Нельзя прыгать. Да. У Пумы нашей тоже девочка. Она страдает. Страдает. Да. Да. Не жалуйся. Вот. Да. Да. Такие кошечки хорошие. Сладенькие. Такие. Такие. Да. Мученица. Музыка. А мне. А мне музыка. Ники музыка. Хоть маленького дали. А мне. Мяу. Да. Конечно. Иди к своему корму. Иди. Ты туда хотела. Вот. И не знаю. Может быть неинтересно. Может я одно и то же снимаю. А. Кстати. Вчера, когда живот болел, мне помогло очень сильно боржоми. Оно запускает моторику. И причем с газами я его пью. Но секрет в том, чтобы пить стакан. Вот. В стакане я вот так наливаю немного. Вот. И пью. Если с горла, оно не тот эффект. Потому что глоточки маленькие. Вы сколько не выпиваете. А вот именно от чего-то. Где-то пол стаканчика. Выпиваю я боржоми. И у меня сразу легче становится. Все. И тошнота спадает. И в туалет стул налаживается. Все. Вот боржоми прям, ну, действенное. Я вчера выпила литр. Вот. И где-то 2 или 3 чая с ромашки. Мне уже, в принципе, часа через 2 полегчало. И я покушала творог с медом. И с чаем с ромашки. Запивала. Вот. Так что, имейте в виду, что от всех вот этих болей в животе очень-очень хорошо помогает боржоми и ромашка. Вот. Ну что. Расскажите мне по поводу моего канала. Какие недостатки. Что вам не нравится в моем канале. Что я не так делаю. Почему не прибавляются подписчики. Вот. Вроде все так делаю, знаете. Но дело вкуса. Может не тратить на это время. Сижу сейчас, да, минут 20 трачу время. И за это время я бы там помыла унитаз, помыла ванну. Где-то там тапочки мои таскают. За 20 минут там, не знаю, помыла бы посуду, прибирала бы на кухне. За 20 минут очень много можно сделать. А если же болтаю. Вот. Трачу, наверное, зря время. Вот. Ну все. На сегодня, вернее, не на сегодня. Еще что-то вам поснимаю сегодня. Пока иду заниматься делами. Вот. И мне уже завтракала. Так что сейчас переодеваюсь и вперед. Уборка ждет. Так. Ну что. Еще раз всем привет. Вчера не получилось доснимать видео. Влог, вернее, не получился вчера. Только вот сняла вам покупочки и все. Потому что... Да даже не знаю почему так. Что я вчера делала. Просто убирала дома, ничего не делала. Ну, как ничего не делала. Я ничего интересного, знаете, даже не готовила ничего. Вчера доедали все, что было. Я сейчас села на диету. Ну, как бы... Лечебную диету. Или какого. Короче, я не знаю. Более умеренная пища, более легкая. Вот. Меньше жиров, меньше жареного. В таком вот контексте все происходит. Вот. Я вот опять сегодня закупилась брокколи. Брокколи ем просто отварную. Вчера варила два раза. Отлично насыщает надолго. Мне просто нравится. Ну, я люблю ее жареную в яйце, конечно. Суп люблю с ней овощной. Ну, очень мне нравится ее просто отварить в подсоленной воде. Чуть-чуть она закипела. Там минутки 3-5 она покипит. И такую вот ее, знаете, ну, не переваренную. Она цвет еще даже не успевает поменять. Ни в какую холодную воду. Потом я ее не опускаю. Она просто у меня не успевает цвет поменять. И самая вкусная часть брокколи, это у меня вот эта. Я никогда ее не отрезаю. Обратите на это внимание, кто вот это выкидывает. Оно очень вкусное. Это же когда вот длинное, такое, знаете, продается. Я всегда беру. Сегодня я опять сходила к Вале. Опять купила. Так как-то у нее мало было сегодня фруктов. Вот. Ну, купила я брокколи 2 килограмма. Вот. Я... Что я вчера ела? Я мясо почти вчера не ела. Я воду пью. Чай с шиповника пью. А творог мне очень хочется. Я ем творог с чаем. Чай у меня либо травяной, то есть ромашку я пью. Либо шиповник у меня в термосе заваренный, свежий, не сухой. Ну, свежие ягодки я купила на ярмарке. Вот. И вот это я пью чай такой, творог и в прикуску с медом. По чуть-чуть совсем мед. Вот. Это я два раза вчера ела такое. Картошку в мундирках утром доедала я без ничего. Просто, по-моему, с помидором квашеным. Вот. И чуть-чуть у меня... Не сало, да, ну, как почеревка засоленная в рассоле. Вот. Ну, там почти сала вообще нет. Там вот такой кусунчик сала идет сверху. Все остальное вот так вот мясо. Вот. Вот это пару кусочков я съела с картошкой. И вот за день два раза творог я ела. А один раз я вермишель поела твердых сортов, да. И два раза брокколи ела. Вот это за день. Мой вчера рацион был. Чай с ромашкой, чай с шиповника. Вот так вот. Ну, и вода. Сегодня, я не знаю, как будет. Я собралась сегодня идти по магазинам. Но такая погода, девочки, так похолодало в Киеве. Просто жуть какая-то. Я не знаю. Зимнюю куртку не хочу одевать. Она, знаете, такая объемная. Ну, как бы еще рано. Вот. Ее надо одевать чем-то таким. Не знаю. Хотя с кусок, по-моему, я в том году носила. Короче, влог вчера не получился. Не знаю, получится ли сегодня. В любом случае, будет, значит, влог за несколько дней. Сколько получится, столько и получится. Так, взяла 2 кг брокколи. Вот такой кулек. Вот, видите, нижняя часть какая-то большая. Я ее всю-всю сварю. Вот прям сейчас вот эту головочку сварю и съем. Очень вкусно. Мне очень нравится. Так, что я еще купила у Вали? Ну, что? Три помидора взяла у нее по 18 гривен. Вчера те, что брала, очень вкусные. И взяла кабачки. Вот, не знаю, кабачки, значит, тушить я не хочу. Знаете, вот это лук, помидоры и все остальное. Хотя, возможно, и да. Я не хочу масло добавлять абсолютно. Без масла оно как-то будет, мне кажется, может, чуть-чуть совсем добавить. Добавить чайную ложечку. Либо у меня была идея пожарить просто колечками их на сухой сковороде, как гриль. Ну, мы делали такое к стейкам. Вот. Щенок сегодня не давал всю ночь мне спать. Я вообще сегодня ночь почти не спала. Он каждые полтора часа, час-полтора просыпается и орет у нас под дверью сидит. Это какой-то ужас. У нас на кухне нету двери. И он выбегает туда в коридор и орет там. Понимает, что под дверью я выхожу. Он сразу бежит ко мне, хвостиком виляет. Но мне это вообще не радостно, потому что я хочу спать. Вот. Я очень устала вчера за день. И мы еще с мужем прогулялись вечером. Короче говоря, я не знаю. Я все-таки, у меня такая, как бы, желание уже на эти выходные его отвезти на дачу. Ну, честно. Я устала. Я пришла домой, он пока я дома, он писает на пеленочку. Только я ухожу, он накакал, написал везде. То есть, конечно, я его люблю, но если мы его оставлять не планируем, смысл его держать дальше. Вот. Там мне пишут, что ваш щенок, конечно, да, я его очень люблю. Он классный, все, он такой охранник, все. Но ему даже жарко в квартире, если честно. Он такой меховой, пуховой. Вот. Спят сейчас с Никой. Прелестный все. Но, опять же, неизвестно, какой он вырастет. И у нас, когда Став был крупный, девочка, у нас она родила щенков. И вот она тоже, она была крупная, но щенки были вот похожи на него. С такими же лапами. То есть, не факт, что он совсем будет средних пород. То есть, ну, он может быть не такой. То есть, если там в пределах, да, таксы, там или и то таксы разные бывают. Там в пределах кого? Ну, типа, ну, типа, как мальтийская оболонка. Вот еще такие пределы я бы еще, знаете, оставила. Но если он вырастет вот таким крупным кабелем, знаете, там, вот. Вот, еще он такой злобный. Это будет 100% проблема гулять с ним на улице здесь в городе. Поэтому все-таки он, наверное, скорее всего, поедет на дачу. Люблю я его, люблю. Но, извините, я тоже не могу держать дома. Более мы и не сами живем. И мы не настолько богаты, чтобы я могла себе позволить. Да, если мы позволим себе собаку только, либо, опять же, французского бульдога. И, скорее всего, что это будет щенок от Ники, ну, девочку мы оставим. Тем более мы планируем собаку нашу сводить. И сводить, ну, не один раз, а все время постоянно заниматься этим. Вот. И либо это будет собака, которая будет просто небольшого размера. Чихуа. Что там еще? Чихуа, Мальтизе. Кто там еще нам нравится? Тойтерьеры. Потом эти... Йорки. Вот. Вот в таком направлении. То есть маленькая собачка. Понимаете, у нас машина небольшая. У нас трое детей. У нас пять человек едет в машине. Мы часто ездим отдыхать. Вот. Ну, на море мы ездим, да. То есть это мне придется с двумя собаками. Знаете, ну, это все. Он, у него характер такой будет боевой. И это он будет кидаться на собак. Это я уже знаю. Однозначно по нем видно. Другое дело, что он послушный, да. Но вы же поймите, с двумя собаками, да, у нас нету столько финансов, чтобы отдавать там на передержку куда-то его на время отпуска. Ну, то есть, свои нюансы. Все равно он планировался ехать на дачу однозначно. Вот. На дачу я передаю маме продукты. Вот. Передаю, буду, скорее всего, сейчас я его попробую приручить на сухой корм, потому что мне сказали там щенки, которые на передержке находятся в клинике, они уже едят сухой корм. Там врачи сказали, что надо кормить сухим кормом. Вот. Сейчас я помою капусточку, брошу вариться. Я ее не режу, ничего. Я просто сейчас покажу. Вот так вот разрываю на соцветия. Вот так вот. И кидаю в кипяток, в кипящую воду. Ой. И кочерыжкой, если остается, я ее бросаю просто отдельно. Я даже вот это, если где-то листик попадается, ну, я их обрываю, но если где-то листик попадается, я его прям кушаю, ничего страшного. Брокколи очень полезно, я думаю, все знают. Ну, может, не все любят, конечно, но я люблю брокколи. Я эти, ну, как будто люблю, но я знаю, что брокколи полезная, она была в одну цену, поэтому я взяла брокколи. Кто-то мне пишет. Так, сейчас посолю, и будет мне вкуснотень. Покушаю, наверное, все-таки поеду. Еще главное посолить вкусно воду. Если не досолишь, тоже будет невкусно. Пересолишь, будет сильно соленая. Вот. А, по поводу корма. Хочу, да, перевести его на сухой корм. Курок для щенков на мелкий. И, конечно, если я повезу его на дачу, я куплю маме пару консерв для него с мокрым кормом. И, ну, пару кульков или один кулек, смотря, там, или на развес я буду брать сухого корма. Вот. Фух. Тяжело стало, поправилось. Вес нет, а объемы просто необъятные стали. Я смотрю, живот прям висит. У меня, знаете, со вчера... Что у меня, вода? Со вчерашнего дня у меня вот здесь, вот в этом боку, появились шевеления. Может, у кого-то такое было. Прямо, вот знаете, когда ребенок есть, вот так ручкой или ножкой проведет, или перевернется, такое легкое-легкое шевеление. Но чудо не может быть. Хотя, ну, я на это чудо, как бы, и не надеюсь. Чудо не может быть, потому что, ну, потому что. Потому что я знаю, что не может быть. Вот. Хотя с Виталиной у меня... Виталина у меня чудесный ребенок. И появилась она у меня тоже чудесным образом. Вот. Не буду нюансы рассказывать. Но я думаю, женщины поймут, каким чудесным образом. Вот. Вот, как бы, по всем параметрам я не должна была быть беременна. Мне муж вчера говорит, боже, может быть, у нас четвертый будет. Я говорю, да нет. Я говорю, у меня и была задержка месяц назад, по-моему, я делала тест. А может быть, я забыла и два месяца назад. Хотя с дочкой своей первой. Я, когда у меня была задержка, я сделала первый тест. И у меня не показало ничего. Ника, нельзя по уму кусать. Не показало ничего. Потом где-то, знаете, там 10 минут должен тест полежать и полосочка проявится. А у меня где-то через полчаса появилась еле-еле-еле заметная эта полосочка. Когда я потом через пару дней переделала тест, у меня явно вылезло две полоски. Ну, не знаю, это уже у меня было плохо позавчера мне. И, скорее всего, это какой-то вот орган вот так вот шевелится. Вот. Скажите, было ли у меня еще часто вот тут вот бывает в животе чешется, внутри прямо чешется. Вот. Ну, точно это вода, вроде вода. Вот. А сейчас такое вот это, как кто-то шевелится. Ну, что, пойду варить свою брокколи, буду кушать. Вот. Она уже сейчас почти сварится, уже кипит. Так, кипит. Я сейчас много накидала, сейчас покажу. Вот так вот много накидала, но это не страшно. Я сейчас нижние достану, а эти попадут в водичку. Вот так вот я варю. Сейчас вот там вот нижние уже будут готовы. Сейчас покажу вам погоду в Киеве. Я так вчера приспособила фрукты, все сюда насыпала, не мыла, потому что гниют быстро тогда. Да, грязными в миску насыпала. И тут у меня вот так вот спит. Я прикалываю и забрю, что кабачок это у него папа, тыковка. А это не кусечка, спит. Вот. Ника уже к нему поохладела, уже она на улице долго гуляет, слава Богу. Вот такая погода мрачная в Киеве. Напишите, какая у вас погода по другим городам, кто где живет. И, кстати, мне интересно, кто в каких городах Украины живет, кто смотрит меня. Или России. Вот напишите мне, кто меня смотрит, с каких вы городов. Мне очень просто интересно. Интересно вообще. Обожаю другие города. Любые маленькие, большие, провинциальные, индустриальные. Любые, любые. Обожаю быть в новых городах. Вот просто обожаю. Вот напишите мне новые, кто с каких городов меня смотрит. Ну, и если это город не Украины, конечно, напишите страну. Вот. Мне интересно. И вот видите, какие у меня орхидеи сочные. Я вчера их опять пролила водичкой с крана прямо. Вот такие они слоистые, видите. И побрызгала вчера удобрением. Вот тут листик пошел новый. Тут вот, не знаю, или корень, или росточек будет. Тут тоже вот такая она очень, аж листик такой аж красненький пошел здесь. Ну, я показывала это в предыдущих видео, как я пересаживала орхидеи, в какой грунт, в интересный, да. Кстати, я вчера увидела кокосовый этот грунт в зоомагазине, в другом. Он крупный, такой, как вот кора для орхидеи продается. Так вот, у меня не крупный, у меня такой, как пыль, знаете, как торф. Вот. Имейте в виду. Вот такая погода. Ой, что-то совсем окно запотело, надо открыть. Окно у меня потеет. У вас тоже эти пластиковые окна текут и потеют, когда вы готовите. Фух, ненавижу эти пластиковые окна. Ужасное создание, просто человеческое. Не знаю. Мне кажется, лучше деревянных окон, ничего нету на свете натуральных. Они вот эти, фар идет, оно вот так вот, видите, стекает. Что-то еще вам хотела интересное такое рассказать. Сейчас, если вспомню, расскажу. Покажу, вот как сварилась брокколи. Вот видите, какого она цвета. И я ее не опускала в холодную воду, чтобы она цвет не теряла. Она не теряет цвет, потому что она не переварена. Вот она покипела там минуток пять максимум. И она уже вот вилочкой как прокалывается, нижняя вот эта часть. Я без проблем. Обалденно. Такая очень горящая. Ой, просто очень-очень вкусно. Так что готовьте, попробуйте вот так просто отварить. Ну, кому, конечно, нравится такая капусточка. Вот, красивая. Я вчера Виталинке говорю, а я буду дерево кушать. Ну, вот прелесть, да? Натуральное дерево. Еще с такими, типа, осенними, да? Красивая мотивами. Красивая очень. Все буду кушать. Это мой второй завтрак. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, девочка там тоже, мама мне написала, что они договорились, брать ей или нет. Я говорю, бери. Короче, будем гулять. А я одела зимний пуховик, зимнюю шапку. Блин, я так за каждое утро. Фух, мне холодно. Не знаю, что в дозу мне делать. Мы уже в ледку привыкнем, и оно не будет так холодно. Короче, бегу я в школу. Вот, ой, корона слетела, прикол. Вот такой у меня ужин сегодня. Гречневая каша с сливочным маслом. Рекс, фу! Рекс, фу! Нельзя, нельзя! Фу! Нельзя! Пеленочку постелила, только чисто оно утягает. Нельзя, Рекс! Вот. Короче, каша гречневая с сливочным маслом. И помидорку соленую я вот так разрезаю напополам. Прямо в крышечке, чтобы не пачкать тарелочку. Такой получился у меня влох за два дня. Ну, ничего интересного не было. Сейчас 6 часов, и мы только проснулись. Всё. Всем хорошего настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...